Здравствуйте! Дорогие друзья, в эфире программа «Так написано». Наверное, самое великое чувство, которое мы желаем испытывать как люди, это чувство дружбы. Это тот великий дар, который подарил нам сам Иисус Христос. Мы можем желать многого, мы можем многое иметь. Власть, богатство, красота, деньги и многое-многое другое. Но до тех пор, пока у нас нет человека, с которым мы могли бы поделиться какими-то откровенными мыслями и чувствами, все то, что мы имеем, не будет нас радовать. Примерно две с половиной тысячи лет назад великий греческий философ Аристотель сказал следующие слова. «Никто не предпочел бы жизнь без друзей, даже если бы обладал всеми остальными благами. Дружба – это единственная душа, обитающая в двух телах». Дружба – это единая душа, обитающая в двух телах. И Иисус Христос в Священном Писании говорит о том, что, пожалуй, дружба – это самый ценный дар, который Он нам дает. В Евангелии от Иоанна Христос в 15 главе, в 15 стихе говорит следующие слова. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего». И Иисус Христос называет нас друзьями. И, наверное, со своей стороны наша любовь к Нему проявляется и должна проявляться в том, чтобы Он стал нашим другом. Но что же это такое – дружить с Господом? Одно дело, когда мы имеем дело с людьми. Другое дело, когда речь идет о Боге, которого мы не видим. И Иисус Христос сам показал значение дружбы. Прежде всего, когда Он был на нашей земле, Он мыслил как друг. Что же это означает – мыслить как друг? Всякий раз, когда Христос появлялся среди людей, Он ценил каждого человека, каждому человеку относясь по-дружески. Христос проявлял живой интерес ко всем людям, как к богатым начальникам, так и к бедным вдовам, как к людям, которые имели вес в обществе, так и к бедным, которые не знали, где преклонить голову. И Иисус Христос ко всем этим людям проявлял живой интерес. Часто Он спрашивал у людей, что вы думаете обо Мне? Что люди думают о Сыне Человеческом? Как ты читаешь? – спрашивал Христос. Очень часто Он задавал людям вопрос, а вы что скажете? А вы как думаете? Иными словами, Его интерес к людям был живым, и поэтому Он мыслил как друг. Всякий раз, общаясь с людьми, Он поступал дружелюбно. Очень давно один из самых известных отцов христианской церкви, блаженный Августин, сказал о дружбе со Христом следующие слова. «Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою, ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою, ты разлил благоухание свое, я вдохнул и задыхаюсь без тебя, я отведал тебя и тебя алчу и жажду, ты коснулся меня, и я загорелся в мире твоем», – говорит Августин. Какие удивительные слова. Он касается нас. Христос касается каждого из нас своим присутствием. Наша внимательность – это практика дружеского отношения. Мы доставляем другому человеку удовольствие, когда делаем его значимым в нашей жизни. Однако, мало мыслить по-дружески. Христос показывает нам пример своего отношения. Христос поступает как друг, будучи здесь, на нашей земле. Друг познается в беде. Мы знаем с вами с детства эту поговорку. Однако, когда мы смотрим на евангельские рассказы о Христе, мы встречаем Иисуса Христа, человека и Сына Божия. Когда он кого-нибудь исцелял, мы встречаем Иисуса Христа, который делает очень много различных добрых дел для совершенно посторонних людей. Иными словами, он поступает как друг. Очень часто, исцеляя кого-то или кому-то принося радость, Христос говорит – никому не говори об этом. Он доставляет удовольствие людям и в то же время не ожидает в отношении себя никакой благодарности. Он счастлив и доволен той радостью, которую доставляет другим. Он приходил как друг в дом Марии и Марфы, в дом Лазаря и чувствовал себя свободно и спокойно. Он исцелил лихорадку у тещи Петра и ничего не просил взамен у этой доброй женщины. Он совершил много добрых дел для совершенно посторонних людей. В этом проявляется его дружеское отношение в отношении человеческой семьи. В то же самое время мы можем по примеру Иисуса Христа относиться по-дружески к людям, не только в мыслях, но и на практике. Дайте людям почувствовать свою близость. Помогите им понять, что вы не будете осуждать их за их какие-то мысли или за какое-то их поведение. И Иисус Христос соглашался с людьми, однако в том, в чем он не мог согласиться, он был великодушен. То же самое можем проявлять и мы на практике. Примите людей такими, какие они есть. Согласитесь с их правильными представлениями и забудьте о том, великодушно забудьте о том, с чем вы не можете на какое-то время согласиться. Однажды очень давно жили два человека, величайшие отцы церкви, святой Василий Великий и святой Григорий Богослов. Они дружили на протяжении всей своей жизни. И вот однажды Василий Великий выразил это в одном из своих произведений и сказал следующее. «Мы начали испытывать привязанность друг к другу, когда с течением времени мы признали нашу дружбу и поняли, что мы оба стремимся к жизни в истинной премудрости. Мы стали друг для друга всем, разделяли один кров, стол, одни желания и цели. Наша любовь друг к другу становилась день от дня все глубже. Казалось, что в наших двух телах обитал один дух, великое имя, которого мы желали быть христианами, называться христианами». «Василий и Григорий достигли того, чего мы все ищем – способности дружить и быть другом, потому что этому они научились у Иисуса Христа. Не это ли лучшая и величайшая задача христианина? Однако есть еще одно, что Христос показывает нам в своей жизни и в своем служении. Мало мыслить как друг и поступать как друг. Христос показывает нам, что необходимо еще и чувствовать как друг. И Иисус Христос сочувствует нам во всех наших бедах и во всех наших радостях. Христос чувствует так же, как и мы. Отзывчивость на чувства людей – это необходимая составляющая дружбы». Очень часто мы слышим о том, что любовь – это не чувства, любовь – это не эмоции, любовь – это определенные принципы. Конечно же, с этим нельзя не согласиться. Однако, всякий раз, когда мы подавляем свои чувства, всякий раз, когда мы подавляем наши эмоции, мы не можем при этом и проявить до конца нашей любви. Поэтому, говоря о том, что любовь – это принцип, постепенно, не проявляя каких-то чувств, мы становимся сухими и черствами. У Иисуса Христа этого не было. Его любовь проявлялась не только в принципах, она проявлялась еще и в чувствах. Он сочувствовал людям, или, иными словами, чувствовал так же, как и они. Не зря Христос говорит «плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися». И Иисус плакал вместе с Марфой и Марией, когда умер Лазарь, хотя он знал о том, что он воскресит этого человека. И Иисус радовался с теми людьми, которых он исцелял. И Иисус чувствовал так же, как и все те люди, которые окружали его. Он с любовью смотрел на богатого юношу, который стремился наследовать жизнь вечную. Он откликался с сочувствием и жалостью на каждое человеческое несчастье и горе. Он испытывал подчас приступы гнева и вспышки радости, потому что во всех своих чувствах, во всех своих проявлениях эмоций, Христос был таким же, как мы с вами. Христос был истинным человеком. Он сочувствует нам во всем. И Иисус трогает наши сердца, потому что позволяет себе быть тронутым нами. Он сопереживает нам во всем, как друг. Все то, что радует нас, радует Иисуса Христа. Все то, что печалит нас, печалит и Его, потому что Он наш Господь. Одна из причин, почему сегодня очень много говорят о выражении эмоций, это то, что именно этот дар Божий слишком долго подавлялся. Отрицать эмоции, отрицать чувства, значит обманывать самих себя. Христианство и Священное Писание не призывает нас к тому, чтобы мы отвергли чувства. Христос показывает нам, что Он сочувствует нам во всем. Необходимо поэтому стремиться к внутренней гармонии чувств и разума. Христос этому учит нас. Гармония, которая включает в себя доводы разума, проявление чувств и волю к добру, это то, что составляет гармонию нашего с вами естества. Наше сердце должно стать неким мостом для, к сердцам окружающих нас людей. И поэтому Христос призывает нас к тому, чтобы мы могли бы, взирая на Него, быть подобным Ему. И Иисус Христос, будучи здесь на земле, имел близких друзей, имел самых близких людей, с которыми Он мог поделиться своими переживаниями. Из всех двенадцати апостолов, которые ходили постоянно с Ним, у Него было три человека – Петр, Иаков и Иоанн, кому Он доверял больше всех. Именно этих трех своих учеников Он взял с собой в Гефсиманский сад для молитвы. Именно этих трех учеников Он взял с собой на гору преображения. Однако, даже из этих трех был один, который называется любимым учеником Иисуса Христа. Это апостол Иоанн, тот человек, с которым Иисус любил бывать больше всего, потому что Иоанн отзывался на его любовь. И это не противоречит Евангелию, потому что христианская любовь вполне совместима с тем, чтобы иметь лучшего друга. Однако, Христос понимал, что нам не может нравиться каждый встречный человек. Личные конфликты неизбежно приводят нас к непониманию. У нас могут появляться люди в жизни, которые нас искренне раздражают. В то же время, культурные различия приводят к взаимному непониманию. Часто возможность дружбы разрушается из-за того, что нам не нравится, как человек одевается, какая у него прическа, цвет волос, его политические взгляды. Нам не нравится иногда, какую музыку человек может слушать и многое-многое другое. И поэтому в своих советах Иисус Христос часто говорил, прежде нежели ты будешь пытаться вытащить соринку из глаза брата твоего, загляни в свой глаз. Очень часто мы не чувствуем бревна в своем глазе. И поэтому Христос призывает нас к тому, чтобы прежде всего, прежде чем мы пытаемся вылечить другого человека, чтобы мы заглянули в сердце самого себя. Господь обещает присутствие свое с нами. В последний день своего пребывания с учениками Христос сказал очень важные слова апостолам. В Евангелии от Матфея в 28 главе, в 20 стихе мы читаем очень важное выражение. Христос говорит «И се я с вами во все дни до скончания века». Христос обещает нам свое присутствие именно потому, что Он дорожит нами. И в книге Откровения, в 3 главе, в 20 стихе Христос говорит «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к тому и буду вечерить с ним, и он со мною». Образ трапезы – это образ дружеского посещения. Христос настроен в отношении нас дружелюбно. И поэтому Он сегодня называет нас друзьями, желая пребывать вместе с нами. Христос является моим другом. Я приглашаю вас к тому, чтобы и вы разделили радость этого дружеского общения со Христом. Да благословит вас Господь, дорогие друзья. Всего вам доброго. До свидания. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телепрограмма «Лицом к лицу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова